С самого утра, как только избирательные участки открыли свои двери, на них за бюллетенями для голосования стала складываться самая настоящая очередь. Например, в 8-й школе, где голосовали жители правого берега, толпицы избирателей начинали уже у дверей избирательного участка. Примерно та же картина утром была и на избирательных участках в центре города. На нашем 11-м участке строительный закреплено около 12 улиц. С 8 часов наплыв очень хороший. Избиратели позитивные, все рады, все друг друга поздравляют. И мы сегодня поздравили первого избирателя, которым исполнилось 18 лет. Согласно спискам избирателей, участка строительный здесь проголосовать должны полторы тысячи горожан. Реализовать свое конституционное право некоторые из них приходили сюда вместе со всей семьей. Небезызвестная Алена Сидип в день выборов пришла на избирательный участок сама и помогла добраться до него своим пожилым родителям. Ее сопровождал младший сын и даже маленькая племянница. Мы каждый раз на выборы ходим всей семьей. Это еще, наверное, воспитание моих родителей. И я ни разу еще ни одни выборы не пропустила. Вот теперь детей, внуков приучать к этому будем. Но дети у меня тоже ходят на выборы. Для нас это очень важно, потому что хочется отдать свой голос за справедливое, нормальное решение, за будущее нашей страны, в которой жить нашим детям, внукам, правнукам. И мы хотим, чтобы наш голос был по справедливости учтен. Поэтому мы всегда сами ходим на выборы. Всполнить гражданский долг. Ее родители Дандарол и Анай Сидиб действительно, следуя старой советской закалке, никогда не пропускали выборов. А такое важное событие, как выборы президента страны, пропустить они тем более не могли. Раньше, рассказывают они, выборы для народа были своего рода праздником. А мы привыкли с молодостью ходить на выборы в раннее время. Когда вот Тарасия молодец, открывали избирательные участки, вот все шли голосовать первым, проголосовать, исполнить свой гражданский долг. Пользуясь случаем, семья не применула проголосовать и по проектам общественных пространств в рамках программы формирования комфортной городской среды, выведенных на суд граждан в форме выборов, голосование по которым шло параллельно выборам президента России на тех же избирательных участках. А по комфортной городской среде я проголосовала, лично я проголосовала за сквер по улице Титова, за молодежный и, ой, что-то еще запамятовала. Но это все потому, что мы с внуками, с племянниками всегда гуляем по городу, хотим какого-то комфорта где-то и присесть отдохнуть, и детям, чтобы поиграть было где, поэтому нам очень важно. Активны были избиратели и на соседнем участке Чульдумский, что открыт в школе номер один. И здесь с самого утра к столам участковой комиссии выстраивалась очередь из избирателей. Сами избиратели объясняют ажиотаж на этих выборах тем, что от них сегодня многое, что зависит. Мы выбираем будущее, говорят горожане. Потому что это действительно событие, событие не только уровня России, а мирового масштаба. И все взгляды западных стран прикованы именно к процедуре, которую мы сегодня должны все пройти. Это, конечно, выборы. Мы выбираем человека, за которым потом все дружно пойдем. Это человек, который должен нас вести, и мы должны ему верить. Это президент. Каждый сегодня уже определился со своим кандидатом. И однозначно, наверное, каждый россиян верит, что выборы у нас пройдут. Пройдут так, как нам хочется. Представители участковых избирательных комиссий надеются, что сложившийся утром ажиотаж вокруг выборов президента России не спадет до самого вечера. Напомним, участковые избирательные комиссии продолжат свою работу до 20 часов вечера. После начнется подсчет голосов. Продолжение следует...